На юге России создают самую большую в Восточной Европе плантацию салата. Она больше, чем государство Монако. Агрохолдинг Белая дача выкупил участок под Новороссийском, где будет огромное хозяйство. Площадь участка 850 гектаров. Это достаточно много, 8,5 квадратных километров. Всего там можно насчитать порядка 200 теплиц довольно внушительных размеров. Причем объект продолжает расширяться. И вот стало интересно, что же это такое. И вот какие интересные подробности удалось узнать. Вот как подобный квадратик выглядит на местности. Это примерная площадь 8,5 километров и примерное расположение. Для сравнения, это примерно половина площади Садового кольца в Москве или 4 княжества Монако. Выращивать на участке будет так называемый молодой салат Baby Leaf. Это салат, который срывают на первых неделях жизни. Считается, что в таком виде он обладает максимальным количеством витаминов и микроэлементов. Общая мощность предприятия 5000 тонн салата в год. Это будет самое большое подобное предприятие в Восточной Европе. Возможно, в будущем Белая Дача подвинет и производителей из Италии, которые считаются лидером данной области на данный момент. На первый взгляд цифра в 5000 тонн впечатляет. Куда столько зелени? Кто ее будет есть? Однако, если разделить эти 5000 тонн на всех жителей Краснодарского края и Адыгеи, свыше 6 миллионов жителей, то получится около 800 грамм салата, на каждого жителя в год. Ну или по 15 грамм салата в неделю. Пара листков. В общем, таких предприятий нужно много. Очень много, чтобы обеспечить потребности населения во вкусном, здоровом и полезном продукте. Это уж точно лучше, чем всякие заводы газировок или чипсов. Кстати, в теплицах будет выращиваться лишь часть салата, 30 гектаров. В 10 раз больше, 300 гектаров будет выращиваться под открытым небом. Итого, свыше 300 гектаров уйдет под салат. Куда остальные 500 гектаров? Об этом руководство еще думает. Возможно, будут развивать виноградство. Сейчас это у нас очень популярно. Только в окрестностях этого же объекта можно найти 3-4 частных винодельни с собственными виноградниками и брендовым продуктом. И такая ситуация по всему побережью. Первый урожай салата предприятие планирует получить уже в марте. И к концу года выйти на заявленную мощность в 5000 тонн. Что ж, будем ждать, особенно появления салата на наших полках. И самое интересное, его цены. Также хотелось бы перечислить самые интересные события из нашей агропромышленности, которые произошли за последнее время. Например, в Северной Осетии открыли новый селекционно-семеноводческий центр. 23 января в Республике Северной Осетии Алания состоялся запуск важнейшего импортозамещающего проекта в российском картофелеводстве. Дан старт работе Северокавказского селекционно-семеноводческого центра. Предприятие, оснащенное самым современным технологическим оборудованием, будет производить микрорастения и мини-клубни оригинального картофеля, выращенные по технологии Invitro. Мощность селекционно-семеноводческого центра компании FAT Agro составляет 1 млн штук, микрорастений и 5 млн мини-клубней в год. Комплекс включает производственную и диагностическую лаборатории, зону оздоровления клубней и тепличный модуль. Предприятие ведет селекционную работу совместно с ФИЦ картофеля имени Лорха. Уже созданы высокопродуктивные сорта Садон, Спринтер. В перспективе здесь будут производить порядка 40 тысяч тонн в год, свободного от болезни элитного семенного картофеля. Это позволит повысить уровень самообеспеченности отечественных аграриев посадочным материалом, заменив импортное сырье. Новый комплекс позволит обеспечить 20% потребности России в семенах картофеля. Также первые 10 гектар фруктового сада были высажены в поселке Тепличное ЛНР. Начата реализация закладки крупнейшей в Луганской Народной Республике фруктового сада на базе аграрного фонда. Высажено первые 10 гектар. Высадка саженцев стартовала в ноябре. Деревца привезли из Россошанского питомника растений, который является одним из лучших питомников Воронежской области. В нем выращиваются высококачественные саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников. В этом году планируется высадить саженцы яблонь, груш и слив разных сортов на площади 50 гектаров. Всего будет высажено более 26 тысяч саженцев. Все сорта зимнего использования – зимние, ранние, зимние – ранние и позднезимние. Сад начнет плодоносить через 4-5 лет. Закладка будущего сада производится с соблюдением комплекса агротехнических приемов. На вооружение агрономов и спецтранспорт для подготовки почвы, что существенно ускорит процесс. В рамках программы приобретены не только саженцы, но и сельскохозяйственная техника, системы капельного орошения, горюче-смазочные материалы, удобрения, садовый инвентарь и даже оборудование для обустройства инфраструктуры. Также новые территории России завершили уборочную страду. Это весомая добавка в закрома нашей Родины. Например, в Запорожской области собрано 1,5 млн тонн зерновых, убрано свыше 500 тыс. гектар полей. 20% урожая погибло в результате обстрелов с сопредельной территории и поджогов. Херсонская область собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Для аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи, в частности, обеспечения горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями. Луганская Народная Республика. С момента образования этой республики сельхозтоваропроизводителями в Перми намолочено более 1 млн тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур, что позволит в полном объеме обеспечить потребность республики в продовольственном и фуражном зерне. В Сватовском, Станично-Луганском, Беловодском, Старобельском и Марковском районах намолочено более чем по 100 тысяч тонн зерна. Максимальная урожайность по группе ранних зерновых и зернобобовых культур получена в Новоядарском, Марковском и Беловодском районе. Донецкая Народная Республика. При урожайности 29 центнеров на гектар намолочено 689 тысяч тонн зерна. Благодаря работе хозяйств, в том числе с новых территорий, было собрано на 80% больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур в сравнении с 2021 годом. ДНР обеспечена пшеницей и ячменем, а также имеет возможность экспорта этих культур. Внутренний спрос на муку и хлебобулочные изделия закрывается своими предприятиями. На данный момент в регионе 34 хлебопекарни. Плодовый сад одного из акропромышленных предприятий Волновахи прирос новыми площадями за счет переданных из Ставропольского края саженцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрно-промышленной политики и продовольствия ДНР. У предприятия Экопрод, расположенного в Волновахе, есть яблоневый сад. Сейчас им привезли новые саженцы из Ставропольского края, благодаря чему была увеличена площадь сада. Всего высажено 4 гектара яблонь. В следующей весной здесь планируется высадка еще 5 гектар яблоневых саженцев и почти 1 гектар черешни. Предприятие Экопрод основано в 1996 году. Занимается растениеводством, животноводством, семеноводством, производством кормов, хранением зерна и биоэнергетикой. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.